Господа, простите за мой акцент из Блошиного Дна. Я расскажу вам о Джоне Сноу. Он Король Севера. Определенно, Красная Женщина хотела бы, чтобы вы поверили, что Джон Сноу ничего не знает. Это не так, господа. Джон Сноу знает о стиле. И в сегодняшнем видео я дам вам 7 советов, которые можно взять из Игры Престолов и использовать в своем гардеробе. Это видео будет забавно. На Джоне Сноу из Игры Престолов я покажу вам 7 железных советов. Это классные советы и вы можете их использовать. И кое-что можете добавить в свой гардероб. Готовы? Первый совет. Покажите уверенность лорда знатного происхождения, хоть он и был иной крови. Итак, если вы знакомы с историей Джона Сноу, вы знаете, что его родословная была немного подозрительной. Хоть он и был воспитан в высокопоставленной семье, он взрастил в себе уверенность. Хотя знал, что не собирается наследовать какие-либо земли. Он не собирался получать притюдливый титул. Он в каком-то смысле был в стороне. Он жил с подобной установкой, но всегда держался уверенно. Даже когда он пошел к стене, казалось, что лорд Сноу находится в своем мире. Он был немножко отчужден. Нет, вам не нужно быть отчужденным. Вам нужно преподносить себя уверенно. Кит Херрингтон, кто играет Джона Сноу, я даже не знал, что он ростом метр семьдесят. Это важно, потому что рост большинства других героев – метр восемьдесят пять, метр девяносто пять. Вы знаете этих персонажей. Но он всегда выглядит существенно. Он не выглядит маленьким рядом с другими героями. Потому что он подает себя с уверенностью. Он всегда в некотором смысле выглядит опасно или даже может атаковать, что имеет вес в этой истории. Второй совет. Как насчет черного? Когда Джон Сноу стал названным братом ночного дозора, он облачился во все черное. Но даже до этого он всегда выбирал темные тона. Посмотрите на цвет его лица. Цвет волос – черный. Тот цвет, который на нем отлично смотрится. А вообще, темные цвета отлично ему подходят. С другой стороны, черный цвет делает вид Джона более агрессивным. Задумайтесь. Вы можете носить такие цвета, и люди будут воспринимать вас в качестве более сильного, более жесткого человека, с которым не нужно связываться. Это здорово помогает, когда ты защитник стены. Защищаешь покой мира от тех, кто находится за ней. Смысл в том, что он понимает. Черный – его цвет. Третий совет. Джон Сноу любит монохромность. Посмотрев на него в целом, вы заметите, что он носит одноцветные луки. Те наряды, которые с головы до ног одного цвета. Это делает иллюзию роста. Делает вас выше. И дает очень мощный силуэт. Итак, Джон Сноу не собирается надевать яркий цветной пояс. Или подобную кобуру для меча. Он знает, что будет ходить полностью в черном. Хоть и все это пришло в основном с дозором, его выбор, но даже потом, будучи королем севера, он может носить что хочет. Хоть как Ренли, если понадобится. И одеться во все цвета радуги. Он решает этого не делать. Он старается держаться того, что отлично подходит. Что делает его выше. Ведь любой монохромный лук, что делает? Останавливает глаза от взгляда вверх-вниз. Что ж, если вы хотите добавить какой-нибудь монохромный наряд, Можно поработать с обувью, волосами, аксессуарами, как пара очков. Также шарф отлично подойдет в холод. Смысл в том, что вы можете поработать над вашими дистальными участками. Это голова и ноги. Но вы должны сосредоточить внимание на торсе, что позволяет вам выглядеть выше и сильнее. Четвертый совет. Расправьте плечи. Джон Сноу знает, как это делать. Просто посмотрите на него. Обратите внимание на массивные плечи. Ну, благодаря накидке тепло. Но с другой стороны, он выглядит более пугающим. Когда ваши плечи выглядят больше, это показывает вас как более сильного, мужественного, да и высокого. В этом вам поможет спортивный пиджак, кожаная куртка, также джинсовая куртка, да и некоторые рубашки. На некоторых есть погоны. Или какая-нибудь стильная вышивка на груди, выше нее и в области плеч. Что это дает? Это делает ваши плечи больше. Это сильный образ. Пятый совет. Носите кожу. Джон Сноу носит различную кожу. Но обычно, это кипяченая кожа в сочетании с шерстью и заклепками под кольчугу. Я не рекомендую это всем, но будет круто смотреться с кожаной курткой. Вообще, кожа, как материал, используется для создания обуви, аксессуаров, что делает вас более сильным и мужественным. Классическое исследование. Разложили различные текстильные материалы перед девушками и спросили, какие эмоции они вызывают. Кожа вызывала чувство силы и мужественности во всех культурах. Отчасти, это навеяно индустрией, а не инстинктами. Но все же, мы видим кожу как очень плотную, роскошную ткань, которая ассоциируется с добычей. Следовательно, с мужественностью. Шестой совет. Отрастите волосы. Мы говорим как про голову, так и про лицо. Итак, когда Джон Сноу был по ту сторону стены, он принял вид одичавшего. Он отрастил щетину, потому что он знает, что небольшая щетина сводит диких женщин с ума. И, конечно же, ему удалось нарушить обет. Но это уже другая история. Смысл в том, что он понимает мощь щетины и как она делает мужчину более привлекательным. Он осознал, что должен выглядеть более агрессивным, жестким и сильным. Он начал опускать полноценную бороду. Он также понял, что можно отращивать волосы на голове, и это будет здорово выглядеть. Этого не показывали на экране, но я думаю, что об этом говорится в секретной книге. Как он использовал молоко Яка и другие вещи по уходу за собой. Ведь его прическа всегда здорово выглядит. После нескольких месяцев жизни у одичалых или битвы с белыми ходоками, у этого парня сохраняется отличная прическа. Я ставлю на кровь дракона. Но не списываю со щитов молоко Яка. Седьмой совет. Заведите пса или лютоволка. Последнее немного круто, чтобы быть правдой. Но мы смотрели Игру Престолов. Джон Сноу и Призрак, они неразлучные друзья. Призрак – это ведомый Джона. Куда бы ни пошел Джон, Призрак следует за ним и прикрывает спину. Если вы заведете пса, вы захотите идти с ним гулять. И встретите много людей. Люди оценят вашу любовь и внимание, и все, что вы делаете ради этого животного. Это великолепно, когда люди видят, особенно дамы, они отметят этот факт, что вы тот, кто может о ком-то позаботиться, а не эгоист. Это прекрасная черта. И было проведено исследование о получении номеров. Если вы парень, гуляете с собакой, классно одеты, вы в три раза более привлекательны. И чаще девушки вам дают номер телефона, чем когда вы не используете эту комбинацию. Довольно интересно, что они узнали? Когда люди видят мужчину с псом, они воспринимают его как любящего, более заботливого, в каком-то смысле, кому можно открыться. Друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть в комментариях, что вы думаете о видео. Кто самый стильный герой Игры Престолов? О каких персонажах мне нужно сделать видео? Рассказать об их стиле и как это можно позаимствовать? И если вы хотите больше, заходите на сайт realmanrealstyle.com. Также у нас есть бесплатное приложение для вас. Там найдете мои замечательные подкасты, кучу инфографики, статей, прочитав которые, вы будете выглядеть как мужчина, который знает, чего хочет. И если вам интересен мой коучинг, у меня есть целая программа. Все ссылки я оставлю под видео. Друзья, на этом все. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Убедитесь, что вы подписались на e-mail уведомления, чтобы не пропустить ни одного видео. Иногда я выпускаю скрытые видео, которые со временем исчезают. Убедитесь, что вы никогда их не упустите. Присоединяйтесь в нашу банду. Субтитры сделал DimaTorzok